Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов. И мы на самом деле регулярно с Дмитрием делаем совместные мероприятия. И он обычно рассказывает про то, каким образом мы достигаем пользователя. По разным каналам. Мы говорим про канал, например, e-mail маркетинга, про который только что мы поговорили. Но говорим не про технологии, а про смысл. Что писать, каким образом писать. Говорим про заголовки, про то, как они работают на конверсии. Детально разбираем эти мероприятия. А сегодня мы договорились обсудить такую тему, поскольку это тот самый блок волшебных повторных продаж. Когда мы вроде бы и хотим достучаться до клиента. И клиент-то у нас есть. Но нам, то ли по питерской интеллигентности, то ли еще по каким-то критериям, не очень удобно первым начать диалог. Нужен повод. Вот зачем? Зачем мы сегодня полчаса поговорим и несколько рецептов получим. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо компании Один из Битрик за очередное приглашение. Да, действительно, коллеги, мне кажется, что мои рыжие кудри уже примелькались. Меня скоро начнут бить за советы по заголовкам еще почему-то. Поэтому мы с Михаилом договорились немножко другую тему рассмотреть. И да, действительно, это вызывает большую сложность. У меня традиционно презентации с картинками, с всякими фотографиями, с графикой. Сейчас тема такая более интимная, поэтому картинок не будет. Я буду голосом дорисовывать вам хорошо. Если вы представите не то, что я хотел вам сообщить, вы мне давайте знать как-нибудь телом, рукой. Я буду голосом опять рисовать как-нибудь еще. Меня зовут Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов. Да, мы сейчас с вами рассмотрим скорее приемы связи с потенциальными клиентами, как и с существующими. Разницы здесь по большому счету особой нет. Как вы с ними будете касаться? Абсолютно на ваше усмотрение. Это можно делать по телефону, это можно делать по электронной почте, это можно делать по WhatsApp, по другим любым, по Skype, по любым другим коммуникаторам. То есть эти поводы здорово работают в любых каналах, которые вы используете для дожима клиентов, для их привлечения. Я автор, клиенты, с которыми мы работаем, я автор двух книг. Первая книга «Копирайтинг. Как не сесть собаку». И там про тексты, как их писать, что писать, какие части, все это есть. И автор второй книги по email-маркетингу, как выстраивать взаимоотношения с клиентами через электронную почту. Писать письма, как выстраивать серии. А здесь вот все то, что сейчас будем рассматривать, это над этим стоит, над поводом обратиться. Да. Где она? Супер. Спасибо. Спасибо. Вам бонус. Требуйте от организаторов. Ну так вот, здравствуйте, коллеги. Это снова я. Вторая книга по email-маркетингу. Ну а сейчас, смотрите, какая. Все, давайте переходим непосредственно к теме. Вот он я. У нас задача какая? У нас есть некая база клиентов, существующих, потенциальных, неважно. Раз, нам надо как-то их коснуться, как-то их выдернуть. Два. И нет повода какого-то обратиться. Ну, я вам честно скажу, примерно похожие мы занятия с участниками тренинга совсем-совсем недавно отрабатывали онлайн-тренинг. Там участники были из разных городов и у всех у них был одинаковый ступор. Но я не могу там обратиться. То есть есть разные по психологии, по отношению к клиентам люди. Есть менеджеры по продажам, руководители компаний, да либо просто собственники, которым вообще несложно снять трубку либо написать письмо, как твои дела, клиенту, который пропал полгода, год или может быть два года назад. А есть определенная группа клиентов, как Михаил сказал, есть подозрения, и наши подозрения совпали, что в Петербурге таких клиентов много, ну, немножко сомневаешься, немножко не уверен, плюс еще пасмурная погода, депрессия такая, да ну, все печально. Поэтому это все, поверьте, не долой, вот это сомнение, долой. Второй есть страх, который нам мешает. Это, наверное, он пропал из-за того, что мы обидели его, из-за того, что мы очень плохо повели себя, хотя на самом деле вы, возможно, сделали все очень супер, но вот такой, опять же, из-за депрессии, из-за осенней хандры все это есть. Поэтому тоже долой. И по себе скажу, что очень здорово работает, ну, такой какой-то кураж, какое-то вот настроение, а давай я по приколу напишу, а давай я по приколу позвоню, давай по приколу свяжусь с клиентом, а пошлет так пошлет, ну, в конце концов, что будет. Поэтому не ответят на письмо, поэтому ничего страшного не будет. Попробуйте, вот если вам сложно, да, сначала дать себе такой старт, попробуйте это то, что называется по приколу. А дальше мы рассмотрим разные поводы. Все поводы можно разделить, ну, не все, а те, которые будут здесь представлены, на две группы. Когда мы четко предлагаем ему что-то у нас купить, либо когда мы просто напоминаем всячески о себе, а он уже, да, выводим его на заказ самостоятельно. То есть, это мы, возможно, тебе что-то от нас надо, выбирай сам, что тебе надо. Первые приемы, первые поводы обратиться, самый первый, самый банальный, это та самая допродажа, да. Для того, чтобы она у вас состоялась, вам нужно каждому товару своему, либо каждой услуге продумать, что вы добавите. Ну, из серии, если человек покупает, ну, это такая банальная, банальная традиционная задача, традиционная ситуация из рынка интернет-магазинов, да, когда, если человек покупает телевизор, то ему можно предложить видео, там, DVD-плеер. Если человек покупает плеер, ему можно предложить там наушники дополнительно, что-нибудь еще. Поэтому подумайте, что к вашей услуге в дополнении можно дальше допродавать. То есть, второе, раз такую же услугу, либо дополнительно. Раз, это и будет поводом. Из серии, здрасте, вы у нас заказывали что-то недавно, либо давно. Но вот, к слову, да, у нас есть такое-то дополнение со скидкой. Здесь можно предложить все, что угодно. Делаем. Дальше. Акцию можно с допродажей, либо отдельно. То есть, повод обратиться, это акция, которую мы запускаем. С акциями. Следующие моменты важно соблюсти, чтобы у акции был фиксированный срок. Срок был короткий. И в течение, в ходе этой самой акции вы несколько раз человека касались. И была причина четко у этой акции. Ну, из серии, здрасте, до 10 ноября мы фиксируем прайс. А с 10 ноября цены повышаются на 20%, потому что таможенные пошлины, курс доллара-евро растет, поставщики повысили, таможня повысила какие-то свои наценки. Все что угодно. И в течение вот этой акции хотя бы один разочек, другой разочек, пишите личное письмо, звоните с личными. Алло, здравствуйте, Иван Иванович, у нас тут акция, вы не забыли. Если вы выбираете способ коммуникации email, то нормально, не переживайте, что если клиент, который с вами работал полгода-год и не отвечает на это письмо, на первое он может не ответить. Это нормально, не падайте духом. Второе письмо, третье, высылайте в ходе акции, где-нибудь да проснется. Какой момент важный? Это должны быть личные персональные письма. Это не должна быть заряженная автоматом в сервисе email рассылок серия писем, где привет имя у меня для тебя что-то. Нет, это каждое, ну если мы рассматриваем письмо, то каждое письмо должно начинаться воспоминанием, либо комплиментом, либо воспоминанием о заказе в прошлом клиенте. Здравствуйте, мы полгода с вами работали над вашим интересным заказом, либо здравствуйте, спасибо за интересную задачу, в ходе этой задачи мы многому научились. И здесь очень важный момент. Здесь опять же психологически некоторых из вас может останавливать следующее. Собственная крутизна. Что я такой крутой, что я буду в этом упрашивать, не хочет, не надо. И второй психологический момент. Он такой крутой, такой заказчик, что я вообще не имею никакого морального права к нему обращаться. Опять же долой все это лишние сомнения. И смело пишите. Нормально, если клиенты адекватные, вы адекватно все напишите, все, обратная реакция будет. Не стесняйтесь. И опять же лишний страх, когда если я ему второй раз напомню, он же, наверное, обидится. Подумайте, что вы теряете. Если вот вы второй, то есть акция начинается у нас 1 ноября, вы 6 ноября пишите ему второе письмо. Иван Иванович, у нас идет акция. И я хотел бы зафиксировать, обратить ваше внимание, что до конца акции осталось 4 дня. Как вы? Ну нормально, поверьте, люди на 2 письма, они обижаются. На 3, на 4 письма, да, возможно, некая негативная реакция. Но подумайте, что вы теряете. Если он до этого полгода-год у вас ничего не заказывал, то тут есть шанс его расшевелить и какой-то заказ сделать. Поэтому что на чаше весов стоит, выбирайте сами. Следующий момент, да, некие персональные спецпредложения. Опять же, Иван Иванович, специально для вас мы что-то приготовили. Это может быть некое предложение. Например, мы посмотрели ваш сайт и обратили внимание, что у вас там баннер поехал криво, либо что у вас верстка поехала, либо у вас что-то устаревшее. Либо мы зашли в ваш офис и увидели немытых продавцов, и увидели там гнилую кильку лежащую. Слушайте, вам срочно нужен аромамаркетинг, вам срочно нужно что-то еще. То есть нужно сначала провести диагностику, либо представиться покупателями, попытаться сделать заказ, проследить ошибки в скриптах продавцов. То есть сначала диагностика, потом собственнику, либо клиенту, человеку, принимающему решение это выносим и говорим, вот что мы обратили на что внимание, давайте мы это исправим. У нас есть отличная услуга написания скриптов для продаж. У нас есть отличная услуга, избавление от мерзких запахов, кильки в вашем зале магазина, все что угодно. И поэтому здесь все нормально будет. Указываем на последствия, но здесь такой прием мейс-копирайтинг, когда мы в этом письме, либо в следующем письме, которое мы вышли через 4-5 дней, если не будет ответа на первое, когда мы указываем, Иван Иванович, я понимаю, что вам некомфортно слышать это, но поверьте, что в вашем магазине все еще воняет килькой. И подумайте, скольких вы потеряли за это время покупателей, скольких клиентов, а мы же поможем вам, давайте. Более того, здесь не надо сильно пугать, не надо, что вы, вас же закроют, у вас приедет же ревизор, но аккуратнее намекаем на определенные последствия. Пугать сильно не надо, вряд ли человек так подозревает вас в каком-то нахлобучке, поэтому. Ну и да, то самое спецпредложение, когда это предложение со специальной ценой действует какое-то время, я бы рад, а здесь теперь еще такой момент, я бы рад продлить вам скидку навсегда, но есть какие-то определенные причины. И дальше на кого-то ссылайтесь. Дальше, да просто банально, как дела, чем помочь, здорово, вообще очень здорово работает. Я тут недавно, в конце августа достал, ну знаете, есть такой совет, берем почтовую программу свою, все письма, которые в ней есть, сортируем от обратного, то есть не самое раннее вверху, а самое позднее вверху. У меня получились там письма двухлетней примерно давности, и я выбрал порядка 100 клиентов, с которыми там 50 клиентов, с которыми мы работали в течение последних 2 года, и они пропали. И просто сам лично им написал. У нас есть там менеджер, который часть этих приемов использует, и так или иначе касается. Я выбрал тех, которых не было в CRM, которые давно-давно пропали по темным причинам. И просто написал им письмо, здрасте, как у вас дела? Может, помочь чем? Ну, процентов 20 откликнулось, и процентов 50 из этих 20 сказали, да, здорово, что вы написали, а я все думаю, кому же заказать рекламный текст? Нет на свете специалистов, кому можно заказать рекламный текст, здорово, что вы появились, да, и давайте. И то есть я сам был удивлен. Более того, есть такой прием, я о нем от Джона Калтона узнал, когда, ну, это вот тот самый по приколу, когда он высылал письма своим клиентам, ну, по заказу бухгалтера, к нему обратился бухгалтер, и говорит, у меня, а Джон Калтон, это достаточно известный американский копирайтер, он говорит, у меня есть база таких клиентов, которые ко мне обращались, но уже примерно год назад пропали. И он написал такое, ну, это в американском стиле такое, уех, ковбойское письмо, но тем не менее, серия «Здрасте, Джон, я здесь проходила мимо моя секретарша мэрии, я спросил ее, слушай-ка, мэри, куда пропал Джон? Где он? Где тот человек, который в прошлом году поставил сделанным заказ там на 830 долларов? Джон, с вами все в порядке, может быть, налоговая наехала, может быть, еще чего-то? И опять же, да, если вам близок такой стиль коммуникации, ну, йо-хо, ковбойский, то в таком стиле пишите, звоните, общайтесь, люди нормально. Более того, я даже вам скажу, люди охотнее реагируют на такого рода письма, чем многоуважаемый Иван Иванович, мы обратили внимание, что вы засыпаете в середине. И сразу возникает подозрение, это писал робот, это писали не тот человек, с которым я работал, а это писал робот. Важный момент, еще на который хочу обратить внимание, если вы будете выстраивать такие обращения клиентам через электронную почту, то важно, кто будет писать письмо и кто будет стоять в подписи. Предсказать, на какую должность, на какого специалиста человек отреагирует, невозможно. У нас есть клиенты, например, с которыми мы работали, с которыми я пишу письмо из серии там, Иван Иванович, здрасте, год назад работали, пропали, может, случилось что, помочь чем? Нет реакции. У нас здесь девушка, менеджер Екатерина, симпатичная, ржеволосая девушка, у нее там аватарочка такая, она няшка, она высылает, Иван Иванович, куда вы пропали? Он тут же, в течение 15 минут, Екатерина, спасибо, что вы мне позвонили, спасибо, что вы мне написали. Очень приятно получать от вас письма. Бывает наоборот, когда там, ну что, менеджеру отвечать какому-то не буду. А когда я пишу, здрасте, Иван Иванович, как дела? Он такой, вровень человек, директор директору написал. Поэтому здесь нужно пробовать и смотреть, на что ваши существующие клиенты в большей степени реагируют. На должность в уровень, на должность ниже, на симпатичного человека, на какой стиль общения. И, ну, здесь только методом какого-то перебора можно сработать. И, поверьте, здорово. Ну, это тот самый пример, соскучился. Ковбойский стиль, соскучился, один трэш идет из заказов. А где вы с интересными заказами, с комплиментиком? Поверьте, очень многим людям нравятся комплименты. И они готовы за комплименты, да, сделать какой-то заказ. Следующий подход, повод вспомнил о вас. Вот то самое, перебирал визитки. Либо придумываем какой-то свой дополнительный повод. Из серии, Иван Иванович, я посмотрел на календарь, сегодня же круглая дата. Уже 8 месяцев, как мы сделали для вас что-то последнее. Либо, ну, то есть, есть совсем такой прием, да, когда некая круглая дата. У меня же день рождения, Иван Иванович, поэтому я вспомнил о вас. Но кто в это поверит, да, что ты в свой день рождения вспоминаешь обо мне? А вот некая круглая дата с последнего заказа вполне, да, есть шанс как-то человека расшевелить. На что хочу обратить ваше внимание. Все эти письма здорово, чтобы они четко заканчивались каким-то вполне конкретным призывом к действию, предложениями. Сергей Иванович, ну, три месяца, как мы уже, как мы вам сайт сдали, все ли в порядке? Может быть, что-то надо? Может быть, вам тексты написать? То есть вопрос должен быть очень понятный, к чему вы человека подводите. С одной девушкой обсуждали, к копирайтерам, она говорит, слушай, ну, мне как-то стремно вот таким продавать. Смотри, какие им письма написала. Она девушка, да, вот там одно из их писем, ее писем, заголовок такой, секретный ключик у меня. Письмо такое. Привет, Иван Иванович, давно мы с вами не общались, у меня есть секретный ключик, выходите в скайп, расскажу. То есть я говорю, ты понимаешь, что он подумает, может подумать все что угодно, что ты его кадришь, что ты его клеишь, что твой скайп взломали, и ты будешь у него там денег в долг просить, все что угодно, поэтому, ну и вообще, когда такие письма приходят, да, от подрядчика, не совсем понятно, в каком состоянии подрядчик. Поэтому лучше, чтобы, да, вполне нормально деловое предложение в конце было. Ну, опять же, пример, что я тут обратил внимание, что конкуренты проводят акцию. Иван Иванович, а вы, чего вы ждете, чего вы откладываете, давайте мы вам поможем эту акцию внедрить, сделать. Вполне нормально подходит, но либо, опять же, из американской практики, несколько книг я читал по этому поводу, и все книги, как одна рекомендует, высылаете своим клиентам некие статьи, интересные статьи из их отраслевых журналов. Из серии Иван Иванович. Читал этот на досуге журнал «Деревообработка и древесина» и увидел интересную статью, как проспиливать брусы, и решил с вами поделиться. Ну, по крайней мере, тот самый повод, чтобы человек вас вспомнил и завязалось, вспомнился, пошел разговор. Дальше еще примеры. Ну, опять же, хорошо работает еженедельно, ежемесячно некое такое регулярное касание клиента из серии. Мы планируем нагрузку на неделю, а наша позиция компании такая, чтобы для постоянных клиентов мы были всегда открыты, поэтому как вы планируете на этой неделе для нас какой-то заказ сделать? Зарезервировать вам мощности, зарезервировать вам менеджера, дизайнера, ну, либо любую услугу, которую вы оказываете. Мы взяли нового сотрудника, и тут его надо в письме продать. Объясните, серия не просто стажера. Не ходите на стажеры попрактиковаться, да? А именно к нам пришел новый сотрудник, специалист, руководитель коммерческого отдела, вот такие пальцы, да, в 17-м колене. Желаете, да? Он гораздо профессиональнее, здесь вы намекаете, прошлых сотрудников, которые были. Желаете его? Обратите внимание на важный процесс. Здесь такая рекомендация из серии совета мамы. Когда мамы периодически звонят, нам говорят, сынок, ты только когда лимон завариваешь, ты его дави, потому что если не давишь, то и витамин С из него не попадает. Вот примерно то же самое. Когда вы обращаетесь к клиенту, помните, мы вам, не знаю, текст написали, сайт сдали, скрипт продаж внедрили. Вы вот только важно, там на 18-й странице, вот четвертый блок, правильно ли вы его используете? Да, здесь некое вот такое… Ну, а дальше, соответственно, переводите на некую продажу. Ну, самый, опять же, простой пример запросить результат работы. Как вам работает с нашим объектом, с нашей услугой? Все ли в порядке? Поверьте, вот сейчас читаю вам все эти, рассказываю про все эти поводы. Из своей практики лучше всего работают поводы, какой результат прошлой работы, когда ты через примерно месяц пишешь. Здравствуйте, мы вам написали текст, коммерческое предложение. И как вам? Добрая половина клиентов говорит, слушайте, я не знаю, говорит клиент, ну, спасибо, очень здорово, что вы вот так нежно обращаетесь. Давайте мы что-нибудь еще вас закажем. И вот второй пример, потому что я говорил, как дела, может быть, чего-то надо. Но, опять же, повторюсь, если вам несколько, ну, соромно так обратиться, поэтому для этого есть все эти, все эти другие примеры. Если хотите быстро эту презентацию, то на этот номер телефона, только, коллеги, в течение суток, да, сейчас я говорю, было, было мое выступление, недавно была конференция, тоже организовала компания 1S Bittrex, я тоже показал этот слайд, мне в течение месяца шли смс-ки, да, у меня же несколько конференций, поэтому я, когда через двое суток стали получать смс-ки, я даже не знал, какую презентацию высылать уже. Поэтому в течение суток, если вышлете, завтра в середине дня буду делать рассылку этой презентации, и вам ее вышлю. Так, давайте дальше. Здесь уже некие примеры, которые требуют определенной подготовки. То есть не просто вспомнили о клиенте, которого здорово было бы дожать, да, что-нибудь надо продать, а мы предварительно подготовились. Первый шаг, ну, напоминаем ему, что срок действия нашей услуги, либо того, чего он нас заказывал, заканчивается. Это очень просто, но странно, что мало кто это делает. Не все страховые компании высылают смс-ки, мне только одна высылает, что ваш полис заканчивается, заканчивается срок действия, скорее оплатите. Ну, хостер иногда, нет, хостер стандартно, свеб стандартно выставляет. Я пользуюсь диким количеством услуг, чаще всего приходят, Дмитрий, что такое? Мы пытались снять у тебя оплату с кредитки, и денег там нет. То есть, как бы, и начинают прессовать, что если ты не оплатишь в течение недели, мы твой аккаунт заморозим. Ну, да, такой подход тоже работает, да, такого жесткого испуга, но если мне заранее предупредить, так я же положу, деньги переведу. Поэтому вот придумаем некое ограничение. Дальше придумайте в своей услуге, внедрите дополнительный этап, который подразумевает появление вас через, ну, неделю, месяц, полгода в жизни клиента. И это забота, это приятно, это уровень сервиса, и дополнительная возможность допродать ваши услуги, ваши товары. Давайте несколько примеров. Здесь написано, еще приведу. Ну, повторю, визит к доктору, когда нам говорят, мы сейчас вам временную пломбу поставлю, либо постоянную пломбу поставлю, но нужно будет прийти обязательно еще, как можно, через некоторое время, такие талантливые стоматологи говорят, я спрашиваю, а если я не приду? Ну, тут пульпит. И все. То есть этого достаточно, либо что-нибудь там, ну, тогда же какой-нибудь термин, и все, я прихожу, стандартно, немножко испугать. То же самое, что нам знакомо, когда если вы не сделаете в срок техническое обслуживание автомобиля, то сгорит страховка. Вот то же самое, подумайте, что вы можете внедрить. Ну, если повторный аудит, например, очень многие интернет-агентства оказывают аудиты, аудит сайта, аудит системы продаж, аудит рекламы, аудит текстов. Здорово внедрить повторный аудит, который будет проводиться через некоторое время после оказания первого и подразумевает, что клиент внесет рекомендации. Во-первых, это та самая, да, по помощи. Во-вторых, возможность допродать. Как заставить клиента внедрить рекомендации и обратиться к вам повторно, написать, что вы за это заплатили уже? То есть это бесплатно. Иван Иванович, вы за это уже заплатили. Зачем же вы разбрасывались своими деньгами? Поверьте, люди нормально, охотно на это реагируют. Ну, из таких примеров еще у нас есть клиент, компания, которая производит пневмоангары для суровых МЧСников, находящихся в северной мерзлоте. И одним из таких элементов сервиса, то есть они заказывают ангар, ангар производят, ангар привозят клиенту, устанавливают его, и через полгода, там регулярность каждые полгода, по-моему, два или три раза выезжает инженер компании на данный объект и проверяет герметичность швов. Но опять же, это возможность и провести некую диагностику, и собрать жалобы, и что-то предложить допродать. В серии швы герметичные, но компрессор, он потек, надо срочно что-то менять. А у меня как раз с собой турбины есть. То же самое, другой клиент у нас, интернет-магазин тренажеров. Тренажеров такого премиального класса для персональных использований, для дома, коттеджа, загородной усадьбы. И там опять же, как элемент сервиса, элемент отстройки от конкурентов, элемент допродажи, это через полгода приезжает наш инженер и подтягивает вам, смазывает вашу беговую дорожку, кетлер, особым пальмовым маслом с ароматом чего-то там. Ну и опять же, сказать, что вот тут вам бы хорошо… То есть, если этих инженеров обучить допродавать, то они будут очень здорово приносить и замотивировать их каким-то процентом. Они очень здорово будут продавать. Что же у вас полотенца такое грязное? Что вы в этих тапках бегаете по этой дорожке, такое у вас же плоскостопие будет? Ну и дальше все это можно. Главное научить и поверьте, все будет здорово. Очень хороший прием дисконтная программа с светом затухания. Когда сдавая свою работу, подразумевая, что вот сейчас сотрудничество заканчивается, вы клиенту говорите, уважаемый Иван Иванович, у вас есть, теперь вы наш постоянный клиент, у вас есть x-процентная скидочная карта, скидка. Ну допустим 20%, 10%, неважно, то есть некие проценты. ваше внимание, что каждый день, каждую неделю, лучше чтобы это короткий был срок, скидка сгорает на 1%. То есть для того, чтобы ее опять оживить, нужно сделать какой-то заказ. Поэтому сейчас у вас 20%, через 5 дней будет 15%, еще через 5 дней будет 10%, а через 20 дней у вас не будет скидки, Иван Иванович. И здесь важно некую защиту сделать от манипуляции серии. Ну как же так? Я же ваш постоянный клиент, неужели мне через полгода не дадите скидку? Здесь разные приемы есть из серии «Не я виноват», это центральный офис в Живеневе, они заставляют, они, Иван Иванович, я бы вам бесплатно делал, но Жан-Поль Готье требует, чтобы такая была обязательно скидка, то есть некую защиту от давления клиента предусмотреть, и очень здорово работать. Более того, это возможность вам обратиться несколько раз к клиенту, и опять же напомнить, что ваши скидки сгорают, было 20%, осталось 10%, торопитесь, хоть к слову, у нас здесь подвезли, вот там, ну и дальше пошла-пошла продажа. Ну, такая стандартная ситуация, странно, что мало кто ее пользуется, напомните о грядущей беде, о грядущей напасти, эпидемия гриппа, срочно купите Синвербербизон, у вас оптом продажи, налоговый период, сдали ли вы отчетность, давайте мы вам сейчас поможем с бухгалтерской отчетностью, с декларацией, сезон выставок, готов ли у вас стенд, готовы ли у вас роллапы, на носу Новый год, давайте мы напечатаем календари, здесь можно ждать на пассивном потоке, можно вот так вот напоминать, это и забота, ну и сочетать это здорово со всевозможными, да, такими скидочными моментами, скидочными акциями. Мы вводим новую услугу, здесь тоже такой вариант, когда вы делаете повод обратиться, плюс делаете комплимент клиенту, серия здрасте, мы вводим новую услугу, ее половину, часть мы оказываем вам бесплатно, потому что вы наш постоянный клиент, ну например, там что-нибудь, а вторая часть уже будет платно, ну об этом вы скажете клиенту, можно делать так, сказать клиенту, когда он закажет бесплатно. Как мне, здесь был в Новгороде, рассказали люди с болью в сердце, говорят, вы посмотрите, Дмитрий, вот мы в Нижнем Новгороде, до Москвы, какое-то время ехать надо, и вот человек говорит, я выбираю себе машину, выбрал машину, смотрю по рынку, она стоит в среднем процентов на 40 дешевле, я говорю, там точно все нормально, они говорят, брат, все нормально, приезжай, приезжаю в салон, мне выкатывают эту машину, я не буду марку называть, американский производитель, но такой достаточно известный, выкатывают, забираю свою точилу за 450 тысяч, он говорит, я сажусь в машину, там нет руля и педалей, он говорит, подождите, это вот сейчас, 21 век, да, не какой-нибудь там регион, Москва, он говорит, подождите, ааа, дополнительный пакет, рули, педали, стоит еще 150 тысяч рублей, а он говорит, я из Новгорода, 90 деньги на себе, ну что, пришлось, там как-то крутился, нашел деньги, поэтому такой цыганщина, такая на ваше усмотрение, я бы просто сказал, что услуга платная, но первый этап вам, там, потому что вы красавицы, вы наш постоянный клиент, мы сделаем бесплатно, там, и так далее. Ну, собственно, да, то, что я и проговаривал, не трусить, выбрать разные крючочки, разные поводы, главное перебрать, перепробовать, да, выбрать разные должности, и посмотреть, на какие должности люди лучше реагируют, на какие хуже реагируют, ну, не забывайте про комплименты, у меня, кстати, на канале на YouTube есть отдельная 30-40 минутная такой запись, как делать бизнес комплименты в коммуникациях, заходите, посмотрите, Дмитрий Кот, комплименты, наберите в YouTube, и там выпадет вам, хотите получить, пожалуйста, добро пожаловать, только, опять же повторюсь, завтра в середине дня будет рассылка, успеете, Питер, успеете до завтра выставить мне смс, если хотите получить эту презентацию быстро. Я готов ответить на ваши вопросы, вроде даже есть там 3 минутки. Да, время есть, есть ли вопросы? Вопрос по фотоэкрану, пожалуйста, да. А есть ли вопрос? Никита. Дмитрий, здравствуйте, спасибо за доклад. Здравствуйте. Есть вопрос, например, если сложная услуга и долгий пресейл, то есть, например, выслали предложение, съездили и ждем ответа, что уже вроде и хорошо встреча прошла и все такое, но при этом долго не отвечает. Вот как быть в этой ситуации? Ну, сайт, например, делаем. Долго, в смысле, долго ждем ответа от клиента. Здесь есть, опять же, способов тьма, давайте такие, то, что сейчас в голову приходит. Есть вариант первый, пугать, есть вариант второй, что-то там предлагать. Вариант первый, пугать. Иван Иванович, то, что мы с вами в коммерческом предложении на встрече обсудили, цена действительно до такого-то срока. Я бы рад вам эту цену подарить, но Жан-Поль Готье из Женевы требует повышения, либо там пересчет, либо чего-то еще. То есть смотрите, здесь во всех этих подходах важно в большей степени работать, если вы будете направлены на клиента. Есть такие приемы из серии, Иван Иванович, если вы сейчас не закажете сайт, меня уволят. Ну, как бы, да и проваливай неудачник, тебе говорят, и все, и сайт твой мне не нужен, и ты мне не нужен. Поэтому вот на себя, вот это чувство жалости, как потом ему что-то продавать и смотреть в глаза, когда вы приходите, и говорите, Иван Иванович, кормилец, спасибо. Нет, поэтому себя выводим наоборот. Иван Иванович, если вы не закажете, у вас чего-то не будет, посмотрите, чем вы сейчас продаете. Кошмар. 21 века, вы все еще там на чем-то. Раз. Второй момент, вот именно, что повышаются цены. Третий момент, да просто написать, что, Иван Иванович, что случилось? Остались какие-то вопросы, что-то тревожит, беспокоит, может, сомнения какие-то. И опять же, на такой подход, когда, слушайте, а что останавливает вас? Вот сейчас-то в чем причина? Говорите смело, не стесняйтесь. Пишите вы. И клиент вам смело выкатывает еще 15 возражений. Это опять же нормально, все здорово, есть список возражений, вы с ними работаете. Поэтому из серии мы не будем писать, мы боимся, что встреча прошла плохо. Долой. Тогда вот какой-то мотив добавляем, повышается цена, плюс какой-то блок исключаем. То есть мы там обещали вам сделать еще 15 баннеров и продвижение в Яндексе, все у нас уходит в декрет баннермейкер и Яндекс. Яндекс. Яндексует, да. Ну и, соответственно, здесь некие такие элементы ограничения. Не на всех, конечно, но на определенную категорию действуют. Но опять же перебирать все эти поводы, количество денег пугать. А это же баннер, 500 рублей вы потеряете, Иван Иванович. Ну и так дальше. Спасибо вам за вопрос. Есть еще вопросы? Ну позвоните, да, безусловно, да, вон там есть вопрос, позвоните, придите лично, но да, однозначно. А если мы подвели клиента, то есть в процессе оказания каких-то услуг подвели клиента, ну и, соответственно, клиент перестал с нами работать? Хороший вопрос, спасибо. Две книги. Первая книга «Жалобы как подарок», вторая книга, я не помню, к сожалению, автор первой книги, вторая книга «Игорь Ман. Возвращенцы». Вот их надо прочитать. Теперь такая краткая выжимка этих двух книг. Это, ну то есть, если вы четко знаете, что вы человека подвели, и он на это очень сильно обиделся, вы так и пишете, Иван Иванович, помню, что да, смерть подвел. Извините, там больше не будет, дайте нам второй шанс. Вот такой еще подход. Дайте нам шанс, и мы исправимся. Иногда, ну на некоторых работах, есть какая обида кровная, я затаился, потому что мне подвели, конечно же нет. Но это как возможность расшевелить. Первый момент, да, просто вот повинную голову и меч не сечет, и вполне такой прием, и в том числе как психологический прием. Ну ладно, да, действительно, да и я был не так хорош, предоплату вам долго тянул. Да, клиент тоже какие-то за собой крючочки может вспомнить. Раз. Второй момент, описать, что ситуация уже изменилась. Помните, да, извините, мы подвели вас, но там, не знаю, менеджер тут уволен, тот департамент расформирован, что-нибудь еще. Мы прошли обучение новое по сервису, у нас новые штрафы, теперь мы вас просто не можем подвести. Давайте посотрудничаем. И объяснить, почему клиенту нужно с вами работать. Из серии мы же знаем уже ваш бизнес и можем быстрее выполнить, либо там тщательнее, детальнее выполнить. Вот как-то еще объяснить, что несмотря на то, что мы вас подвели в прошлый раз, все же мы несколько лучше конкурентов, и вот почему. Что знаем, либо у нас опыт работы в этой сфере есть. Из серии мы много кого подводили. Ничего. Ну и как-то дальше перевести. Вот, кстати, посмотрите, и этот вернулся, и этот вернулся. Довольный. Можно, кстати, вполне реальный такой вариант выставить отзывы людей, обиженных клиентов, которые к вам вернулись. Вот такая совсем игра в открытую. Да, Иван Иванович, да, было дело, но посмотрите, вот. Петр Петрович пишет, я когда шел к ним второй раз, я проклинал себя и кусал ногти, но они меня удивили, они выполнили совсем гораздо больше обещаний, чем обещали, и вообще я очень доволен теперь их постоянный клиент. Можно и такими отзывами реальных клиентов, таких возвращенцев, закрыться. Спасибо за вопрос. Аплодисменты, Дмитрий, спасибо большое. Спасибо коллеги, спасибо Михаилу за приглашение. Спасибо. Ура. Так. Ура, это не к тому, что... Да.